Всем привет! Меня зовут Роберт, и вы на канале Роберт Роцевский. И сегодня я хочу поговорить с вами об NFT. Вы спросите, что NFT? Что это такое? О чем ты вообще говоришь? NFT в транскрипции на английском звучит как Non-Fundable Token. Что это значит? Если мы хотим перевести это на русский, то это означает невзаимозаменяемые токены. Но что конкретно это может значить? Если расшифровывать NFT понятным языком, то NFT это фрагмент данных, подтверждающий, что вы владеете цифровым элементом. И цифровой элемент может быть любого вида. Например, это может быть картинка в формате PNG, JPEG, неважно. Любая картинка в любом формате. Это может быть гифка. Это может быть 3D проект, например, в 3D Max, который будет с какой-нибудь минимальной анимашкой. То есть, по сути, та же гифка. Но давайте посмотрим, что вообще такое NFT и какие NFT бывают. И будем мы это смотреть на данный момент очень популярной платформе в Америке под названием OpenSea. OpenSea это платформа, которая позволяет вам покупать и выставлять на продажу NFT. Вся эта платформа основана на криптовалюте, называющейся Ethereum. То есть, если у вас есть кошелек с Ethereum, и вы подключили этот кошелек к вашему аккаунту в OpenSea, то вы можете создавать свои собственные NFT или NFT-коллекции и также продавать эти NFT. И давайте посмотрим, как выглядит сайт и как им пользоваться. Мы находимся на сайте OpenSea. На сайте присутствуют некоторые заглавные элементы, такие как исследовать, создавать, статистика, ресурсы, ваш аккаунт, ваш кошелек. Но об этом поподробнее мы обсудим позже в этом видео. И начнем с Explore. Когда мы нажимаем эту кнопку, мы сразу переходим на главную страницу, где мы видим самые популярные коллекции NFT, существующие на данный момент. Например, одна из самых первых популярных коллекций, о которой я услышал в NFT, названа BoardApe Яхт Клаб. И давайте посмотрим на эту коллекцию. Мы напишем в поиске название этой коллекции. И вы видите BoardApe Яхт Клаб. 10 тысяч элементов. Нажимаем сюда. И здесь мы находимся на странице этого NFT. Что это такое? Здесь вы видите баннер этого NFT, заставку, название. Вы видите эту галочку, что означает, что это верифицированная коллекция на NFT. И также вы видите некоторую информацию. 10 тысяч элементов присутствуют на этой NFT. 6 тысяч обладателей этой NFT коллекции. Floor price означает, что какая самая минимальная цена этой NFT коллекции. И это 48.99 эфириумов. На сегодняшний день эфириум стоит порядка 3950 долларов. Минимальная цена, которая здесь будет, это 48.99 эфириумов. И если мы переведем это в доллары, то мы увидим, что цена 48.99 в переводе на доллары будет 193 452 доллара. Минимальная цена на единицу из этой коллекции. Например, мы видим первый элемент в этой коллекции. Это BoardApe Яхт Клаб под номером 4303. Его цена 95 эфириумов. Что удобно на этом сайте, что сайт автоматически переводит цены с эфириумов в доллары по данному курсу на текущую секунду. И 95 эфириумов по сегодняшнему курсу это 375 222.45 доллара за, по сути, картинку этой обезьянки. И вы подумайте, как такое возможно? Такие огромные деньги за картиночку с обезьянкой. То есть, по сути, я могу сейчас нажать на эту картиночку, нажать на правой кнопкой мыши, сохранить эту картиночку. Например, я выберу сохранить эту картинку. Мои картинки, нажимаю на сохраненные картиночки, открываю, и у меня есть эта картинка. Можно сказать, я владелец данной картинки, данной обезьянки с завязанными глазами. Нет, не совсем так. Работает это немножко по-другому. Даже если вы можете скачать эту картинку и говорить, все, я владелец, зачем вы переплачиваете такие огромные деньги за нее, это работает немного не так. Когда вы покупаете NFT, то адрес покупки и ваш адрес, который вы имеете на этой платформе, записывается в систему блокчейн. Блокчейн — это централизованный цифровой реестр, который отслеживает транзакции различных активов. И на этой платформе блокчейн хранится все покупки и продажи таких известных криптовалют, как биткоин, эфириум и многих других. То есть, при покупке данного NFT, данной обезьянки, вы не просто платите эти деньги и имеете картинку, которую можете просто скачать. Вы становитесь официальным владельцем данной картинки. И какое право это дает? Каждый NFT имеет какие-то свои особенности. Но, во-первых, для всех NFT, которые существуют, в принципе, это дает вам право использовать это NFT так, как вам угодно. Например, вы хотите поставить данную картинку на заставку. И вы можете спокойно это сделать, не боясь того, что настоящий владелец данной NFT подаст на вас в суд использование его картинки, потому что вы будете владельцем именно этого NFT и этой картинки. И, да, вы можете сказать, но я же могу просто тогда нарисовать. Ну, во-первых, давайте будем честными, ну, не все умеют так хорошо рисовать на компьютере. И даже если вы сможете это перерисовать и сделать, по сути, то же самое, вы можете иметь проблемы с правами на эту картинку, если она будет абсолютно идентична, потому что, по сути, вы ее скопировали. Да, если вы там поменяете ее каким-то различным образом, например, в данной NFT, я не знаю, уберете сигаретку с его рта, да, вы можете это осудить и сказать, она отличается, и, возможно, это примут, и вы можете нарисовать то же самое. Но большая идея всего этого заключается не в том, что вы просто владелец картинки. За каждым NFT своя идея. Например, на данной коллекции Bored Yacht Club, если вы посмотрите в правый край, то вы увидите все социальные сети и сайты, которые относятся к данному NFT. Если мы перейдем на сайт, который называется BoredApeYachtClub.com, мы увидим, что это полноценный сайт, репрезентируется как клуб для тех, кто купил данные NFT. И когда вы нажимаете Enter, вы как будто заходите внутрь какого-то интересного яхт-клуба, где рассказывается вам полная информация о всем проекте, что связан с этими обезьянками. Также рассказывают различные бенефиты от того, зачем вам нужно купить эту обезьянку и какие будут от этого ваши бенефиты на данном сайте. Вы можете зайти на этот сайт, я оставлю его в описании под видео, и вы можете сами почитать, какие бенефиты вам дает этот сайт. Если вы почитаете просто описание самого проекта, то сразу будет видно, что описание данного проекта не писал какой-то школьник, который не знает грамматики или что-то такое, потому что когда вы читаете этот проект, они рассказывают про какой-то закрытый чат, закрытое общество, где вы можете делать какие-то различные вещи, но не говорится, какие. И благодаря этому создается какая-то загадка, а что же это такое, что там внутри, что они такого делают, зачем они покупают таких обезьянок за такие огромные деньги, что там такого интересного. И это один из примеров, как создатели NFT завлекают людей покупать их NFT. Но есть более интересные способы использования NFT. Например, есть NFT, которые могут использоваться в играх. Люди создают игры, и вы, благодаря того, что имеете NFT, связанный с данной игрой, вы можете купить персонажа NFT, и это будет уникальный персонаж, который будет принадлежать именно вам, который вы можете полноценно использовать в игре. Также вы сможете в будущем кастомизировать его так, как вы пожелаете. Один из примеров NFT, которые связаны с играми, это NFT Chicken Derby. Если вы заходите на NFT Chicken Derby, вы также видите полное описание, связанное с этим NFT. И вы можете купить здесь свою собственную курочку, которую вы впоследствии можете использовать для игры с использованием этой курочки. Если вы зайдете на их веб-сайт, вы можете увидеть полное описание игры, видео, картинки, что будет, если вы купите это NFT, какие есть плюшечки от того, что вы это сделаете. Поэтому каждая NFT отличается по-своему. Где-то вы можете просто иметь доступ к какому-то закрытому сообществу, где-то вы можете использовать данные NFT в играх. Еще есть интересная идея, как люди продают, покупают NFT. Если вы когда-либо слышали, то с недавнего времени, примерно в то же время, когда начала популяризация вот этого всего NFT, есть NFT, которые называются, на самом деле их есть несколько, но одно из самых популярных называется Decentraland. Если вы зайдете на NFT Decentraland, Decentraland продает кусочек земли в виртуальном мире. Если сравнивать с настоящим миром, то это то же самое, что вы купите землю, на которой вы можете делать все, что вы хотите. Построить дом, клуб, ресторан и делать с этой землей все, что вам угодно. Но вы спросите, а зачем покупать искусственную землю в каком-то виртуальном мире, если можно купить землю в настоящем мире? И да, вы в принципе правы. Вы... На настоящей земле можно построить настоящий дом, настоящий клуб, в который будут ходить настоящие люди и платить настоящие деньги. Однако, когда вы покупаете землю в виртуальном мире, предположим, вы купили землю в этом Decentraland. Давайте, предположим, возьмем самую первую здесь. И минимальная цена, за которую хотят за этот кусочек земли, это 10 эфириумов в 39 тысяч долларов. Предложение было 2 эфира в 8 тысяч долларов. И давайте, предположим, вы купили этот кусочек земли. Вы можете, использовав VR-очки и всякие принадлежности для виртуальной реальности, вы можете зайти в этот Decentraland через очки виртуальной реальности, реально прийти на эту землю. Предположим, какой-нибудь человек решил создать на вашей земле, которую вы купили, арт-галерею. И люди будут ходить в эту арт-галерею, платить вход за деньги. И, естественно, это будут люди, которые тоже пользуются VR-технологиями, чтобы зайти на эту виртуальную вселенную. И за каждый ход в эту галерею люди будут платить, предположим, 10 тысяч долларов. Вы, как обладатель этой земли, будете получать процент от продажи билетов для посещения этой арт-галереи. И, по сути, это будет, как ваш пассивный доход с виртуальной реальности. То есть, так же, как если бы вы купили землю в реальном мире, в реальном мире кто-то построил на вашей земле точно такую же арт-галерею и выставлял настоящие картины, и так же брал бы цену за вход, то же самое происходит и здесь. И в будущем, например, этот кусочек земли стал очень популярным, и на вашей земле построили куча клубов, арт-галереи и всяких концертов. И вы можете в будущем, за счет того, что на этом кусочке земли построено очень много всего, продать ее за большую цену, потому что земля явно вырастет в цене из-за того, что на ней происходит очень много событий. К примеру, недавно один из исполнителей музыки организовал концерт в этой метавселенной, на который пришли миллионы человек для посещения данного концерта. Но вы скажете, посещение же реального концерта намного интереснее. Зачем платить деньги для посещения виртуального концерта, если можно посетить реальный концерт? И опять же, да, вы правы, я честно сам не был никогда на концертах, не могу судить за это, но да, наверное, это очень классно, вы получаете очень много фана от этого. Однако, мы все знаем, что на реальных концертах были такие печальные случаи, когда было очень много человек и происходило просто давка людей, просто люди двигались и давили людей, которые были под ним, потому что очень большое скопление людей, все толкаются и непонятно, что будет. И да, это не случается постоянно, есть концерты, где поменьше человек, и люди как-то пытаются это все ограничить и обезопасить, но все бывает. однако в метавселенной такого не может произойти. И небольшое отступление от этого всего, я абсолютно не советую вам вкладываться в NFT, вложить туда все свои сбережения и после этого, например, вы вложились в какой-то проект, он не выстрелил, вы потеряли все свои деньги. Нет, ни в коем случае. Делайте свои собственные поиски, делайте поиски по этой информации, смотрите в интернете информацию, смотрите такие видео, как мои, чтобы понять больше, что такое NFT. если вам реально это понравится, вы поймете полностью, как это работает и захотите во что-то вложиться, только тогда вкладывайтесь в NFT. Но помните, что NFT сейчас только на ранней стадии. Это в сравнении с тем, когда только-только создали интернет и все думали, что, о боже, интернет, зачем он нам нужен? Там просто люди страдают какой-то фигней, от него вообще не будет никакого использования. И посмотрите, как мы пользуемся интернетом сейчас. Большинство людей сейчас, особенно, когда была пандемия, и она сейчас дальше и продолжается, все пользуются интернетом, онлайн-работы, всякие фрилансерские работы, разные курсы, на которые не надо физически ходить, вы просто сидите в зум-конференции и проходите данные курсы, не выходя из дома. NFT сейчас на точно такой же стадии, когда интернет только-только начинал развиваться. Так что делайте свои собственные поиски и свои собственные размышления на этот счет и решайте, хотите вы купить свое первое NFT или создать свое первое NFT, работать на этом, может быть, и не заработать, кто знает. Может, вы создадите такой же офигенный проект, как и эти обезьян, и сможете продавать каждую единицу этого проекта за минимум 200 тысяч долларов, кто знает. Но мы немножко отвлеклись, и давайте посмотрим, как можно покупать и создавать NFT. Покупка, на самом деле, в ней нет ничего сложного, например, мы также откроем сайт Explore, и, опять же, заходим на недавний проект, это проект Adidas, они тоже начали недавно выпускать свои собственные NFT, и посмотрим на их проект. У них существует сейчас только один проект, нажимаем на него, и это, по сути, это как маленькое видео или гифка, где вы также видите эту обезьянку, которая красиво крутится на подиуме, и каждая прокрутка меняет персонажа. И давайте посмотрим, цена данного NFT предлагается за 3159 долларов, и вы можете сделать предложение на покупку, то есть вы можете предложить свою цену, и вы можете писать, например, вы видите здесь, что здесь написано цена за единицу товара в WES. WES это валюта, эквивалентная эфиру, то есть один WES стоит тот же самый, как и один эфириум, то есть считайте, что это просто эфириум, и, например, вы пишете, что вы хотите купить за 0.2 эфириума, и мне пишут, что у меня недостаточно эфириума, и, да, это правда, у меня в кошельке, который подключен к данному сайту, недостаточно средств, чтобы это купить, и давайте посмотрим, какие кошельки можно использовать, и как их подключать. Если вы соберетесь покупать или продавать NFT, я советую использовать вам браузер Google Chrome, потому что он поддерживает такие расширения, как, например, Coinbase расширение, или Metamask. Coinbase это приложение для покупки разной криптовалюты, в том числе и эфириума. Metamask позволяет вам переводить деньги сразу в валюту для покупки любых NFT. Я пользуюсь Coinbase, потому что у меня есть там аккаунт, и вы видите маленькое расширение здесь на моем аккаунте. Если мы нажмем сюда, то мы видим, что у меня на данном аккаунте в сумме 372 доллара и 57 центов, за которые я могу купить NFT. Подключение своего кошелька вообще несложное. Вы просто копируете адрес вашего кошелька, вставляете через расширение в Google Chrome, и ваш кошелек будет автоматически подключен к расширению в Google Chrome браузере. Однако, вы должны использовать не приложение Coinbase, а приложение Coinbase Wallet, которое автоматически подключается к вашему Coinbase приложению. И вы также можете посмотреть здесь любые NFT по разным категориям, статистики, какие активные покупки и продажи NFT сейчас. Например, недавно был продан вот этот котик за 24 доллара. Довольно неплохая цена за данного котика. И вы также можете посмотреть ресурсы, какие-то помощи, всякие паблики, связанные с этой платформой OpenSea. и основная кнопка для создания вашей NFT. Если вы нажимаете создать Create, он просит вас сразу подписать соглашение с этим сайтом и подключить ваш кошелек. Мой кошелек подключен, поэтому мне нужно просто ввести пароль. И вы переходите на создание NFT. Здесь можно загрузить любые форматы файлов, такие как JPEG, PNG, GIF, SVG, MB4, Web, MB3 и так далее и тому подобное. Вы можете создавать свои NFT в таких платформах как Photoshop, Illustrator, 3D Max, и многих других. Вы загружаете сюда свою картинку, пишете имя, как будет называться ваше NFT. Здесь вы можете вставить какую-нибудь ссылку на ваше NFT. Возможно, это будет какое-то объяснение к тому, что это за NFT, к чему она предназначена и вообще вся идея за этим NFT, какое-то описание к нему. Дальше вы можете добавлять какие-то свойства вашим NFT. Свойства это у каждого они разнятся, каждая NFT по-разному. Например, если мы зайдем на тех же обезьянок и выберем любую обезьянку из предложенных, например, первую, которую мы смотрели, то мы увидим, что у нее свойства есть New Punk Blue, который имеет 12% от всех обезьянок имеет это свойство, Hip-Hop 1% из всех обезьянок имеет это свойство, Blindfold, Tan and Bored Cigarette. И в зависимости от того, сколько процентов на данной категории, определяется, насколько редкая или нередкая данная NFT. Например, вы видите, что только 1% от всех обезьянок, от всех 10 тысяч обезьянок, которые существуют, имеют одежду хип-хоп стиля. И это довольно редкое явление. Однако номер этой обезьянки, как вы можете видеть, каждая обезьянка имеет какой-то свой номер. Например, первая это 4403, следующая 7444, 3650 и так далее. И также редкость определяется по этому номеру. Чем меньше номер, тем больше редкость. Поэтому если вдруг вы соберетесь покупать что-то из этого, проверяйте эти номера. Также есть здесь остальные разные метрики, которые вы можете настраивать для данного NFT. Вы также можете сделать контент, который будет доступен для человека, который купил данное NFT. Это будет какой-то специфический контент, относящийся конкретно к данному NFT. Например, это будет файл фотошопа к обезьянке, где будет показано все слои, все цвета и вообще вся информация о том, как эта обезьянка была создана. Или это будет доступ к этому закрытому сайту. Вы можете придумать различный уникальный контент, который будет доступен для вашего NFT. Также вы можете не включать этот уникальный контент, если у вас его нет. Этот выбор остается за вами. Также вы можете предупреждать платформу, насколько это конфиденциальный контент или нет. Например, если это порнография или что-нибудь вроде этого. Вы также выбираете, на какой криптовалюте будет основываться цена вашего NFT. Будет ли это Ethereum или еще есть такая криптовалюта как Polygon. И дальше вы просто создаете вашу NFT. Оно берет какое-то время, пока обработывается запрос, и вуаля, вы создатели NFT. Вы выставляете любую цену, которую вы хотите за данные NFT. И если кто-то купит ее, то вы получите с этого прибыль. Также, когда вы будете создавать свой NFT, там будет настройка того, сколько процентов вы хотите брать, если ваша NFT будет перепродаваться. И проценты можно ставить от 1 до 20%. То есть, например, если вы продали ваши NFT за 100 долларов, вы просто получаете прибыль в 100 долларов. Например, следующий человек, который соберется продать ваши NFT, он выставит цену, ну, давайте, чтобы было видно, насколько это интересно, он, предположим, продаст ваши NFT за 10 тысяч долларов. И 20% от 10 тысяч долларов это 2 тысячи долларов. То есть, если кто-то продаст ваши NFT за 10 тысяч долларов, то вы продали его за 100 или 200, вы получите 2 тысячи доходов просто потому, ваши NFT перепродали. И что вы понимали, как вы видели уже цены с обезьянками, 10 тысяч долларов не такая уж и большая цена на данной платформе, когда люди продают NFT за десятки, сотни тысяч долларов. Самое дорогое NFT, которое было продано на данный момент считается вот этот CryptoPunk, это есть проект CryptoPunks и он был продан за 532 миллиона долларов. Просто посмотрите на это, это какой-то пиксельный чувак с белыми волосами и зелеными глазами за 532 миллиона долларов. То есть вы понимаете, в NFT проектах не столь важна, насколько вы классный дизайнер или графист и как вы можете очень красиво и офигенно нарисовать. Здесь важно либо это идея, либо вам просто повезло и какой-то миллиардер с большими деньгами, которому некуда тратить эти деньги, посмотрел на ваш NFT и такой, о, она мне нравится, хочу потратить на это деньги. И может купить ваш NFT, было ли оно супер офигенным и очень классным проектом, либо же это была просто какая-то маленькая пиксельная картинка. Все очень зависит от того, кому это понравится и сколько у него денег. И если вы все еще немного не понимаете, так все равно не понимаю, почему NFT так дорого стоит, почему люди вообще платят за это деньги, покупают, как-то обмениваются ими, перепродают и тому подобное. Возьмите альтернативу, как раньше были, например, бейсбольные карточки или карточки покемонов. Я лично никогда не использовал карточки покемонов или какие-то бейсбольные карточки, как-то не застал это время и даже фишки, у меня были какие-то фишки, но никогда на самом деле не был очень азартным в этом плане. Я знаю, что многие люди просто сходили с ума от того, о боже, это же карточка покемона какая-то очень редкая и все такое. И тогда эти карточки, да, они были среди людей, которые фанатели от этого, которые просто сходили с ума от того, там, какая-то редкая карточка или какая-то нередкая карточка. И здесь, по сути, очень похожая логика. Не на все проекты есть реально очень красивые проекты. Например, есть такой создатель NFT проектов, который ходит по псевдонимам Beeple. И он был и до этого создателем очень красивых арт проектов, но вообще, что такое NFT, как это работает и все такое. Он продал одно из своих творений за 69 миллионов долларов. Когда в реальной жизни на этом это было просто его хобби. Он просто рисовал какие-то красивые картинки, проекты. Я вам сейчас смогу показать одну из его картинок. Это космонавт, из которого торчат кристаллы. Честно, это очень красивый проект. Мне он очень нравится. Люди платят просто огроменные деньги, потому что им реально это нравится и они реально верят и понимают идею того, как NFT работает и что NFT сейчас на очень ранней стадии. То есть, например, если вы купили какой-то проект, который был только недавно создан и чтобы найти такие проекты, вы можете просто зайти на сайт, который я вам уже показывал, который называется Rarity Tools. Также есть такие сайты, как nftcalendar.io и на этих сайтах вы можете видеть новые проекты, которые еще даже не вышли, которые только будут выходить. и вы также можете найти группы этих проектов. Например, очень многие проекты имеют закрытые группы в Дискорде, в Твиттере, и вы можете зайти на эти проекты, видеть новости про эти проекты, посмотреть, много ли у этого проекта подписчиков, активно ли там все обсуждается, насколько этот проект вообще, по вашему мнению, будет популярным или нет, какая за ним идея, и на основе этого решить, о, я куплю этот проект на начальной цене, например, начальная цена будет 0,01 эфириума, то есть где-то 40 долларов, и потом сразу, когда это NFT откроется, и у вас уже будет одна единица или несколько этого NFT, вы сразу можете выставить цену на более высокую, и если это реально хороший проект, и вы верите в него, то я уверен, найдутся люди, которые также будут верить в него, и будут покупать его за более высокую цену, потому что знают ценности этого проекта. Например, если мы находимся на Rarity Tools, то увидите новые коллекции, которые были добавлены, и тут написано даты, когда они были добавлены. Сегодня, например, у нас 18 декабря, и вот проект, который был добавлен вчера, Game of Blocks, это еще одно NFT, которое связанное с играми, и вы можете купить какие-то карточки, связаны с этой игрой, которые, видимо, вы сможете использовать в данной игре. Как мы видим на сайте, здесь цена 0,009 эфириумов. Если мы нажимаем на эту картинку, и переходим на OpenSea, то мы видим, что уже кто-то сделал предложение на покупку данного NFT в размере 0,1.5 эфириума, это 592 доллара. Посмотрите, какая разница. Что вы понимали, 0,009 эфириума это порядка 354 долларов, когда оно уже продается за 592 доллара. И это NFT вышло только вчера, и уже сделали предзаказ. Видимо, какому-то человеку понравился данный проект, он понял, что ему очень нравится, ему интересно, он хочет в этом участвовать, и он уже дал большую цену. И эта цена это только скорее всего начало для данного проекта, так же было, как и с этими обезьянками. Чтобы вы понимали, обезьянки, которые сейчас продаются минимум за более 200 тысяч долларов, начальная цена такой обезьянки минимальная была 80 долларов. И это было не так давно, это было в августе. То есть купив в августе обезьянку за 80 долларов, вы могли теперь продать ее в районе 200 с чем-то тысяч долларов. Так что NFT еще только на начале и никто не знает, как оно будет дальше. Возможно, оно просто исчезнет и никому оно больше не будет нужно, и вы просто потеряете на этом деньги. А возможно, вы сможете заработать какие-то деньги, вывести эти деньги до того, как что-нибудь случится с NFT и забрать свой доход от этого. Но ничто не гарантировано. Возможно, это будет будущее наше. И кто знает, может, через несколько лет мы вообще не будем никуда выходить, сидеть в виртуальной реальности и ходить за персонажей NFT по виртуальному миру. Кто знает, все может быть. Также одна из захватывающих историй, которую я хотел с вами поделиться. Вы не должны быть каким-то супер гением или кем-то еще, чтобы создать NFT. На самом деле все это очень индивидуально и очень многое зависит от удачи. Например, я вам покажу сейчас пример мальчика 12 лет, который создал коллекцию NFT. Одну из самых первых коллекций вообще в NFT в принципе это коллекция китов. И вот этот мальчик и вот его коллекция китов. Это коллекция каких-то маленьких китов с разными шапками разных цветов на разном фоне в стилистике пиксельной графики. Этот мальчик сделал их в свои 12 лет. Вот его пост в твиттере с его китами. Этот мальчик узнал, что такое NFT от друга своего отца, который купил NFT и показывал его отцу этого мальчика. Он увидел, что есть какие-то NFT, какие-то картиночки и решил создать свои собственные картиночки наподобие тех. Он создал своих пиксельных китов и смог на этом заработать 400 тысяч долларов. Его киты были проданы за 9 часов, приблизительно сгенерировав ему 80 эфириум, что по тому курсу на июль месяц было где-то приблизительно 254 тысячи долларов. Это был только доход с продажи данных китов. Также он смог заработать 95 тысяч долларов, приблизительно 30 эфириумов по тому курсу. Только за счет того, что его киты были перепроданы несколько раз, и он получал примерно 20% за перепродажу данных китов. Этот мальчик 12 лет смог заработать больше, чем некоторые люди зарабатывают на протяжении нескольких лет, а некоторые даже и вообще может быть никогда столько не зарабатывают. И это еще один пример того, как можно зарабатывать на NFT, не рисуя какое-то что-то сверх офигенное и классное. Но опять же, учтите тот факт, что возможно ему просто повезло, и просто нашелся тот богатый человек, которому понравились данные киты, нарисованные в пиксельной графике, и он решил начать их покупать, и купил практически полностью его коллекцию. Так что это все очень зависит, но это все возможно. Здесь это воодушевило вас на новые свершения и доказалось, что не обязательно быть гуру, чтобы создавать NFT, просто надо создавать то, что вам нравится, и вы найдете тех, кому это тоже понравится. Также я хотел бы вам продемонстрировать некоторые нюансы того, когда вы будете создавать своего NFT, и я вам покажу на примере своих NFT, которые нарисовал, но еще не опубликовал. Например, если мы зайдем на мой аккаунт, то мы увидим, что у меня есть одно NFT. Вот оно, это NFT. Это не то NFT, которое я рисовал. Я купил это NFT за Ethereum. В эквиваленте Ethereum к доллару, я купил это NFT примерно за 40 долларов. Этот проект похож на проект CryptoPunk, который очень популярный, наверное, самый популярный проект на всей платформе, но этот проект называется Grand PaPunk, то есть, по сути, это дедушки криптопанков. Я купил этот проект просто, чтобы попробовать, как работает вся система, и выставил его за цену после того, как я его купил 0.3 эфириума, что 1184 доллара. Не скажу, что я прям надеюсь его продать, мне просто было интересно, как работает вся система. и например, я могу создавать свою собственную NFT. Мы можем нажать кнопку Create, и здесь мы видим, что мы можем добавить мою картинку. Давайте выберем картинку, которую мы можем добавить. Я сохранил ее на рабочем столе. И вот картинка, которую я недавно нарисовал. Сейчас вам открытую картинку в полном разрешении, чтобы вы могли увидеть ее полностью. Вот это одна из картин, которые я создал. Также я создал еще одну картинку. Если вы смотрели когда-нибудь аниме Наруто, я создал картинку с зрачком с этого аниме Шеринган. Вот в таком стиле. Если вы увидите, то здесь этот Шеринган нарисован как будто он сделан из камня. Как по мне, выглядит довольно прикольно. И я могу выставить эти NFT. Например, я захожу на сайт, загружаю картинку, называю «Радуга». У меня нет никакой ссылки, описания. Я просто делал это ради примера, чтобы показать вам, как это все работает. Я буду выставлять эту картинку на Ethereum платформе. Я нажимаю «Создать». Оно обрабатывает мой запрос. И оно пишет, что я создал NFT. И если мы заходим на мой аккант, то мы пока не видим этой картинки, потому что она еще не выставлена на продажу. Но если мы нажмем «Activity», то мы видим, что эта картинка была создана. Вот это слово «Minded» называется, что это NFT только было создано. То есть его еще никто не покупал, никто не продавал. Если мы нажимаем на мою NFT и мы заходим на него, то вы видите, что у меня есть опция изменить или продать его. NFT за фиксированную цену, либо же я хочу его выставить на аукционе. Обычно аукцион длится 7 дней, но вы можете выбирать, сколько будет длиться аукцион. День, 3 дня, неделя. И например, я поставлю цену 0,05 эфиров, что равносильно 197 долларов 49 центов. Поставим на 7 дней. И здесь написано, что фи, которая будет сниматься с самой платформой 2,5%. И royalty fee, то, что я буду получать от NFT, будет тоже 2,5%. Я нажимаю загрузить этот листинг, и мне выходит, к сожалению, ошибка, что у меня недостаточно средств на моем кошельке в эфириуме, потому что мне нужно минимум 204 доллара 1 цент, и если мы зайдем в мой кошелек, конкретно в эфириуме у меня 77 долларов, и 295 долларов в эквиваленте эфириума, в rapid эфириум. Но если бы у меня было достаточно средств, то я бы мог нажать confirm, и у меня бы списалось за создание этого NFT примерно от 153 до 204 долларов за создание NFT. Этот процесс занимает примерно полчаса, может быть меньше, пока создается NFT, пока все подключается и списывает с вашего кошелька, и после этого вы создадите это NFT, и сможете продавать его за эту цену. И поскольку я здесь ставил аукцион, то начальная цена будет 0.05 эфириума, что почти 200 долларов, но люди могут предлагать свои цены, и эти цены могут доходить до любой суммы, которую предложит человек. Таким образом вы можете создавать свои NFT, или даже коллекции своих NFT. Надеюсь вам понравилось это видео, надеюсь вы узнали что-то новое для себя, что-то интересное. Если вам понравилось поставьте лайк этому видео, подпишитесь если вы все еще не подписаны, и желаю вам хорошего дня, и до новых встреч, всем пока!